У нас есть институт археологии, можно создать при институте археологии группу, систематизировать эту работу, чтобы не было завышения цены, установить какой-то преспурант. Потом, ну тебе же написали 220 дней минимум, наверное, если я тебе скажу, то быстрее сделаешь. Но люди же не должны. И вообще надо щетко разграничить. Там, где есть наши интересы, давайте мы эту зону сделаем, которую профессионально. И потом, мало что они там эти листы привозят, их пригодность какая, как они качественно провели работу, ты гарантируешь, нет? Это федеральная полномочия, Сангаревич. Какая мне разница, федеральная полномочия, республиканские, мне-то разницы нет, им тоже разницы нет. Что, с Москвы, значит, они со спутника смотрят, что ли, федеральные свои полномочия? Вот у меня завтра будет встреча с министром культуры России. Я, пожалуйста, но как они могут эту работу проводить? У них ни структуры нет, никаких этих нет. Есть структура наша, которая отвечает за памятники. Она должна быть наделена полномочиями. Ты тоже как бюрократ настоящий? Ты давай расскажи, как будем работать в республике? Как можно эту работу систематизировать, чтобы не было бюрократии, чтобы четко, ясно, чтобы 10 раз тебя не вернули? В электронном виде как-то все эти вещи должны быть прозрачны. Можем мы что-то сделать? Сангаревич, по вашему поручению, фактически нужно сделать карту археологической... Давай сделаем, что для этого нужно. Сегодня мы уже совместно с Минцифрой сделали геопортал с привязкой к ГЛУНАССу. И сейчас наносим на эту карту соответствующие сведения. Когда она будет готова? Сервис готов. Сегодня мы порядка внесли 300 памятников на геопортал. Пока 300 объектов у нас отображено. Вы сказали, 3000 или сколько у нас? 3008. Вот вы внесите, а дальше что будет? Вот там, где вот они, значит, есть определенные правила. Давайте немножко упростим эту работу. Какая просьба к федералам? Давайте мы письмо напишем министру. Ну как они с Москвой могут там опросные листья и как-то это? Это же вообще глупости. Давайте. Давайте.